Всем привет! Хочу рассказать про свой семинар Аналитика для HR. Если вас заинтересует, то ссылка на регистрацию под этим видео. В этом видео я расскажу про формат семинара, чем и как мы будем заниматься, про требования к участникам и требования к ПО. Семинар двухдневный. Участники приходят со своими ноутбуками с установленным Excel. Желательно версии 2016-2019, можно 2010-2013 версии, но в этих версиях нет некоторых видов визуализации. Кроме того, необходима будет установка настройки анализ данных. Посмотрите, закладка данные. И вот здесь есть такая кнопочка анализ данных. Если у вас нет этой настройки анализ данных, я вам дам ссылку на установку. Вы установите и это определяет требования к выбору Excel. Excel необходим под Windows. Только под Windows работает вот эта настройка анализ данных. Под Mac ее нет. Соответственно, нужно приходить с Excel под Windows. 95% времени на семинаре мы будем решать кейсы в Excel. Приходим пораньше, скачиваем раздатку с флешки и со второй минуты семинара начинаем решать кейсы. Название кейсов перед вами. И коротко пройдемся по этим кейсам. Начинаем с кейса HR Business Partner. Это знакомство. Опрос знакомства. Участники заполняют опрос. После чего мы крутим и анализируем эти данные. Обратите внимание, на сегодня в опросе опрос прошло уже более 600 участников. Да, это результаты опросов участников предыдущих семинаров. И после этого кейса мы переходим к кейсу описательные статистики. Мы посмотрим, какие показатели данных есть, какие типы визуализации подходят под те или иные типы данных. И после чего перейдем уже непосредственно к статистике. Кейс лояльность персонала. Обращаю внимание, что все кейсы семинара это реальные данные. И 90% кейсов предоставлены участниками прошлых семинаров. И в этом кейсе лояльность персонала мы будем учиться определять драйверы лояльности персонала. А также вовлеченности и так далее. После чего на кейсе лидерства мы будем учиться строить портрет корпоративного лидера. Тема на сегодня достаточно модная и популярная. Еще более модная и популярная тема это тема подбора персонала. Воронки подбора персонала. И в этом кейсе мы будем искать пути оптимизации воронки управления таким показателем как конверсия. Кроме того у нас есть данные продаж. Это информация о продажах сотрудников. И кроме того информация переменной опыта IQ образования. Это информация о кандидатах, которые мы собрали при найме. И мы будем прогнозировать кто из сотрудников, из кандидатов будет хорошо продавать. А кто будет продавать не очень хорошо. Кейс звезды схож с предыдущим. У нас есть информация о 87 руководителях филиалов. По результатам Performance Appraisal. Часть из них были признаны высокоэффективными звездами. Это единичка в наших данных. Часть невысокоэффективными. Это нолики. Кроме того у нас есть информация про их пол и результаты теста CPI калифорнийского персонального опросника. И вот на основе этих данных мы будем прогнозировать кто из наших руководителей филиалов будет звездой, а кто будет не звездой. Кроме того важная тема в аналитике. Нам данные не всегда явлены в идеальном виде. Мы должны их иногда готовить. Например, количественные переменные бывают ненормальные в распределении и с этим нужно что-то делать. А иногда данные бывают не в числовом формате и нам нужно их превращать в числа, в цифры. Мы будем этому учиться. И последняя тема, хронологически, но точно не последняя по важности, это тема среднего срока жизни. Текучесть персонала определяется не только через процент текучести, но и через средний срок жизни. И эту тему сейчас точно никто не дает, по крайней мере не дает ее в том виде, в котором даю ее я. Мы будем считать средний срок жизни, будем рассчитывать вот такие диаграммы дожития, будем выявлять драйверы текучести персонала. Если говорить о статистических критериях, которые мы пройдем, то мы будем пользоваться, как я уже сказал, настройкой анализ данных. Но в этой настройке по дефолту и вообще в Excel по дефолту, по умолчанию есть только параметрическая статистика. И мы будем изучать, безусловно, и критерии тест Юдинта, и дисперсионный анализ, и линейную регрессию. Но кроме того, мы будем изучать и непараметрическую статистику, то чего нет по умолчанию в Excel. И мы с вами пройдем критерии Вилкоксона, критерии Краскового Олиса, Хи квадрат, критерии Викрамера и уже упомянутый Логранг тест. И безусловно пройдем такие важные инструменты аналитика, как линейная и логистическая регрессии. Не пугайтесь, если вы ничего не слышали из этого до семинара. Требования к участникам просты. Знать и уметь пользоваться сводной таблицей, знать и уметь пользоваться абсолютными и относительными ссылками, и уметь вставлять формулу. Все, это достаточно просто. Приходите с этим на семинар. Важный момент. Этот семинар есть в записи. Есть видео лекции данного семинара, которые участники получают в качестве бонуса. И если участник что-то выпускает на семинаре, он может посмотреть это в видеозаписи. Кроме того, участники получают доступ к закрытой группе техподдержки в Facebook, где можно задать любой вопрос по семинарам. Если заинтересовало, напомню, ссылка на регистрацию под этим видео. До встречи на семинаре. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok